Здравствуйте, я Катя Сергеенко, я обучалась два года в ЕФ по программе A-Level ЕФ Оксфорд. Сейчас я готовлюсь к поступлению в университет и нахожусь на летних каникулах. Здравствуйте, я Диана Лиджиева, я на данный момент обучаюсь в Berkeley College в Нью-Йорке, но до этого я год обучалась в школе ЕФ в Нью-Йорке. Вот так несколько нестандартно мы сегодня решили начать программу в ВИБ-бюро, чтобы рассказать вам о программах подготовки к обучению за рубежом. Я рада представить своих собеседниц сегодня, это Екатерина Сергеенко и Диана Лиджиева, и они нам сейчас расскажут о том, как подготовиться, чтобы поступить, гарантированно поступить в любой из зарубежных вузов, правильно, девчонки? Гарантий нет. Нет гарантий, все-таки нет, да? Мы не гарантируем. Давайте, знаете, с чего начнем? Вы, наверное, сначала расскажете, как две девочки из Ставрополя попали, вот ты в Англию, правильно, ты, Диана, в Америку. Вот сама мысль, как она появилась вообще об обучении за рубежом? Зимой далекого 2010 года мои родители решили отправить меня на каникулы в Англию, просто чтобы посмотреть место. И побыв две недели в городе Оксфорд зимой, он был такой заснеженный, красивый, маленький домики. Мне там очень понравилось, он просто прекрасный, он маленький и в то же время очень оживленный. Именно такой, как мне нужен был. Я не знаю, я люблю такие города, я не люблю мегаполисы просто принципиально. Вот. Я вернулась домой и зашел с родителями разговор, опять же, о том, о возможности обучения за рубежом. И если была бы программа какая-то в Англии, то я бы поехала точно туда, именно в это место, именно в эту школу, то есть без вопросов. И мы пришли в ИЭФ сюда, в Ставрополь, и наш координатор, скорее всего, Аня Маркосова, она очень помогла, она рассказала, что существует программа E-Level, и после нее студенты поступают в ВУЗы в Великобританию. И все, выбор был сделан на месте, то есть буквально за несколько месяцев решилась дальнейшая судьба. Диана, а в своем случае, инициаторами тоже стали родители? В какой-то степени да, но сначала я планировала поступать куда-нибудь в Европу, и родители горели желанием, чтобы я поступила в Oxford, в Англию, это была их мечта. Но когда мы пришли оформлять документы к Ане, у нас стоял вопрос. Аня нам предложила на рассмотрение еще и Нью-Йорк. Ну и мечта, наверное, с детства, мечта всей жизни попасть, хотя бы раз побывать в Нью-Йорке. И я повернулась к моей маме, мам, может, все-таки Америка, как бы попробуем. В Англии я была, но хочу попробовать что-то новенькое, интересно. Мой папа, не знаю, как он согласился, ну, скрипя душой, он отпустил меня, сказал, хорошо, все, если хочешь, езжай. И это вот, и все вот это вот, кутерьма с документами, с визой, она началась буквально за три месяца до отъезда. То есть времени было в обрез, и пришлось вот так. И как, и все пошло очень даже гладко, и виза, и собеседование. Вообще-то сложно попасть вот в такие группы, да, по подготовке к дальнейшему обучению уже поступлению в вузы? От меня потребовалось, потребовался аттестат об обучении, а я заканчивала школу хорошо, то есть, хотя я закончила 9 классов, но в 9 классе же есть экзамен ГИА, это что-то вроде ЕГЭ, только чуть упрощенный, как бы, вариант. И я сдала, у меня все пятерки были, то есть у меня аттестат, ну, хороший аттестат был, то есть это не проблема была. И плюс они требовали тест по английскому, но так как первая школа является школой с углубленным изучением английского, то английский был в хорошем тоже состоянии у меня, я сдала здесь тест, и все, в принципе, все. То есть визу в Великобританию получить, да, там какое-то время надо ждать, но, в принципе, сложности никаких не было с поступлением, как бы, вообще. Диана, в твоем случае тоже это был только аттестат, да, и плюс еще? Да, и тест, но я до этого, я за месяца за два до этого сдавала тест IELTS, сдала я его на очень высокую, довольно-таки, оценку, сама от себя, честно, не ожидала. То есть с меня ничего не потребовалось, просто сдать документы. А давайте объясним телезрителям вообще, для чего нужны эти программы подготовки, почему нельзя сразу поступить там в интересующий в меня ВУЗ? Великобритания признает только свой какой-то стандарт обучения, то есть, да, при регистрации, при зачислении в университет они требуют и предыдущей квалификации, которую получали, то есть это школа в России, если бы интернациональный студент, но при этом единственное, что вы можете сделать, это пройти какой-то минимальный срок обучения в Великобритании, чтобы получить вот их галочку именно, что их стандарт, их оценки вы получили, поскольку по-другому бы никак. И плюс, конечно же, это, я бы сказала, что это даже больше не по оценкам мне помогло, а по какому-то взгляду изнутри на систему, то есть это совершенно другое, то есть у нас не так, у нас обучение ведется не так, у нас и предметы не такие, система совсем другая, то есть мне помогло это в плане того, что я знаю, что там происходит, знаю, как это все делается, то есть это очень полезно, очень полезно, я считаю. Диан, в Америке тоже, да, нужно довести некого студента, до некого универсального студента, да, чтобы его понимали, принимали вот в вузах в Америке? Очень разная, как Катя сказала, система в Америке, главное в нее вникнуть сначала, то есть первые два месяца у нас был предмет, application workshop, нас учили, как правильно заполнять документы, как правильно их отправлять, что нажимать, на каких веб-сайтах регистрироваться, вот, это, на самом деле, это было очень интересно, как бы вот в это все вникать, и нам еще потом попытались объяснить систему зачисления в университет в Англии, конечно, никто ничего не понял, даже мой преподаватель, поэтому это как бы было вообще бесполезно. А чем отличается система зачисления в английский вуз? Вообще другая, совершенно, конечно, мы не делали вот ни application workshop, ничего у нас такого не было, первый год это было вообще без претензий на университет, это было вот обучение предмет, то есть у нас два экзамена получается, в конце первого года и в конце второго года, потом результаты суммируются, и вот эти оценки отправляются в университет, до ожидания, собственно говоря, их решения. Вот, пять заявок, всего, как бы больше нельзя, в великобританские вузы больше нельзя. И то есть система заполнения довольно сложная, она называется UCAS, и это веб-сайт британский, и через него подают все британские школьники, все подают заявки в университет. Но это все было уже по завершению обучения, по завершению подготовки, а вот о самих программах расскажите, пожалуйста. У тебя она более сложная, двухлетняя, да? У тебя, Диана, это годовая программа. У меня годовая программа, но я не думаю, что она как-то легче, потому что засунуть все, что было, Катя учила два года, засунуть в один год. Как она называется, эта программа? И вот немножко о ней расскажи. University Preparation Year. Вообще эта программа рассчитана на полгода и на год. Студенты со всего мира пытаются поступить в университеты в Америке. И первый семестр мы учим базу, то есть подготовка к TOEFL у нас идет, Application Workshop, и стандартные предметы, такие как математика, может быть, иногда. Второй семестр уже идут профильные предметы, то есть ты сам выбираешь те, которые тебе нужны, тебе выдают бланк, ты заполняешь, что я хочу изучать бизнес, спорт, вискультура и так далее. И третий семестр тоже одни элективы, то есть ты сам выбираешь, что тебе нужно и как. И даже в некоторых университетах они принимают вот эти часы, то, что ты учил, зачитываться в твой год, то есть тебе просто-напросто снимают часы в университете. Я перевела полностью все свои часы с ЕФ, я перевела их к себе в университет, на что мне сказали, ну вот будешь учить вот такие-то предметы и все. То есть тебе больше ничего не надо. Кать, а твоя программа, она называется A-Level, правильно? Я не могу сказать, что одна программа сложнее или легче другой, просто потому что я не была на этой программе, я не знаю, что это происходит. Они просто разноплановые, то есть они немножко другие, они отличаются друг от друга. Ну как выяснилось, координаторы ее характеризуют как одной из самых сложных, ты об этом не знала. Да, в Великобритании это самое сложное, что вы можете учить, потому что большинство, нет, не большинство, наверное, 40% людей в Великобритании не поступают в университет, то есть они заканчивают 16 лет школы, и то есть они идут работать. Те, кто хотят поступить в университет, проходят в дальнейших 2 года, это E-Level. Те, которые дальше, это вот уже университет студентов. То есть, ну, из программ, которых я вот, ну, которые я знаю, это вот University Foundation, которые они делают, это IB бакалавры, но они примерно то же самое, что мы делаем, только они не только в Великобританию поступают, они поступают по всему миру, то есть эти программы узнаются везде, грубо говоря, даже, по-моему, у нас собираются вести это. И плюс E-Level, это вот чисто британский, то есть он, по-моему, больше он нигде не принимается, только вот в Великобритании. Вот. Программа, мы выбираем в самом начале года 4 предмета, и все 2 года мы эти 4 предмета изучаем. То есть... А что это, например, телезрителям было бы интересно? Я выбирала, я выбрала для себя социологию, так как меня это интересовало, выбрала экономику, бизнес, который мне совершенно не понравился, в конце я его бросила, то есть во втором году можно бросить на Минске, 3 продолжать. И математика, естественно, была, потому что без математики никуда поступить, там, по-моему, невозможно. То есть все умы, что это не было. Вот. И предметы, как я для себя поняла, в чем разница между нашим российским образованием и тем, что там происходит. Вот эти предметы, у нас предметов много, то есть по 15-16 предметов в старших классах, и все они берут понемногу как бы от каждого, и вы изучаете их. Там предметов мало, но они идут вглубь. А скажите, это вообще сложно, потому что вы называете такие предметы, как экономика, как бизнес, для 18-летних. А девчонок, мне кажется, ну, немножко о другом они вроде могут думать. И тем не менее, вот скажите, вам сложно было обучаться? Сложно было во втором году, да. Я как бы не буду скрывать, что если вы хотите поступить в университет, особенно в Великобритании, то надо работать. Вот когда нужно, кстати, задуматься? Вот когда ты уже заканчиваешь школу или гораздо раньше? Задумываться надо раньше, в любом случае, потому что, если ты будешь задумываться об этом в последние три месяца, да, и ничего не делать, с нулевым знанием английского, не зная ничего, ты ничего не добьешься просто-напросто. Ты должен поставить себе цель и уже идти к ней, а не брать все с бухты в барах. Скажите, английского, который вы изучали в школе, его было достаточно для того, чтобы пройти тест и его получить... Да, было вполне достаточно. Я очень благодарна, конечно, учителям первой школы. Я, честно вам сказать, я безгранично благодарна моей учительнице. У нас очень часто менялись учителя в группе и последние три года нам дали самого сильного учителя в школе. Вот сейчас, когда я ей сказала, что я поступила в Америке, буду там жить, она очень обрадовалась, на что она сказала, я очень рада, что именно ты была моей ученицей, что ты смогла этого добиться. Но без нее ничего бы этого просто не было. Диана, Катя, скажите, вот если... что бы вы могли посоветить тем ребятам, которые сейчас смотрят программу, да, и, возможно, они планируют обучение за рубежом, что бы вы могли посоветовать? Едьте. Едьте. Это опыт, это... Я считаю, что нужно подтянуть английский, тем, если кто собирается ехать, потому что он, безусловно, нужен, плюс очень много письменной работы придется делать, особенно если вы гуманитарные предметы выбираете, такие, как я, социология, экономика. Это эссе, это постоянный, ну, письменный турок, постоянно нужно что-то записывать, то есть это потребуется в любом случае. Плюс, я считаю, нужно какие-то минимальные навыки самостоятельности обрести, то есть забота о себе, как говорили, потому что вам там и покушать самим придется, и за собой ухаживать, и стирать, и убирать, и так далее, то есть, ну, это маменькиным сынком и доченька больше нельзя оставаться, то есть нужно так слезть, как можно скорее. И плюс, не забывайте об учебе, конечно, что нужно подготовить себя морально и физически к тому, что будет там. А ты, Диана, что бы посоветовала? Я посоветовала, наверное, самое первое, для этого, например, учить. Скажи, тебе было приятно узнать о том, что у тебя взял этот курс? Это что-то очень неприятное, если бы не... Я не знаю, мне кажется, каждый студент в своей жизни это пережил, но после того труда, который был проден, это первый раз в жизни я вообще училась, честно, потому что в школе как-то, да, ты учишься, но ты особо не напрягаешься почему-то, как будто вот все не настолько сложно, там, если что, учитель за тобой побежит, там, скажет, ну, давай, сядь, пересдай, там, еще что-нибудь, а там пришлось учиться, пришлось напрячься, в конце концов, и после этого ты думаешь, ну, а что если нет? И вот, обидно просто за свой труд, что если ты не поступишь, ты, грубо говоря, ну, два года отпахал, и после этого ничего не получил. Но ты поступила? Я поступила, и я сидела просто, а это же все приходит через интернет, то есть все результаты, и вот я открываю, и первый имейл это был вот именно результаты из школы пришли, результаты экзаменов, которые мы сдавали в июне, а ради этих результатов мы там, я не знаю, ночи не спали, там каждый день занятия и так далее, и вот я открываю этот имейл, у меня одновременно текут слезы, я одновременно смеюсь, там в ладоши хлопаю, боже мой, боже мой, ну, такая истерическая реакция, конечно, была, я сознаюсь в этом, но после этого такой, как бы, с одной стороны, не гордость, а вот какой-то такой мирный покой, знаете, вот такой, думаете, уже волноваться не о чем, вообще уже все, результаты экзаменов, не надо диких делок с учебниками, тогда будешь все, живи. Диана, и буквально в двух словах твоя реакция на то, что ты узнала, что поступила в Бертии? У меня, знаете, как даже получилось интересно, я поступила сразу в два университета и буквально с разницей в один день, то есть вечером мы с друзьями собрались, я решила проверить имейл, через телефон зашла, смотрю, у меня имейл от моего, как бы, скажем, советника из университета, и он мне пишет, Диана, я вас поздравляю, вы зачислены, и плюс вам дают стипендию. Я сидела на диване и сижу, плачу. Моя подруга не может понять, что со мной случилось, и я ей протягиваю телефон трясущимися руками, и она на меня смотрит, говорит, правда? Это правда? Или ты смеешься надо мной сейчас? Я ей говорю, я думаю, это правда. Мои друзья все разом на меня налетели, о, мы тебя поздравляем, поздравляем. Вот как Катя говорит, правда, это адский труд. Когда подаешь документы в университет, ты не только физически и морально себя изматываешь, но просто это психологически, это очень тяжело. Диана, Катя, я вас поздравляю с всей души, правда, я за вас очень рада. А я напомню телезрителям, что вы смотрели программу Виббюро, и моими собеседницами сегодня стала Диана Беджиева, это будущая студенка Беркли, правильно? Да, Екатерина Сергеенко, это университет Эдинбурга. Я вас поздравляю еще раз, ну и прощаюсь с вами, желаю вам доброго дня. Субтитры подогнал «Симон»